Имеет смысл собираться на какие-то такие открытые мероприятия? Именно меньшинством, но обязательно мыслящим. И если кто-то со мной уже немножко знаком в интернете или по мотивам предыдущих встреч, то вы догадываетесь, что мы будем моделировать мыслящее пространство. Мне неинтересно просто рассказывать. Мне интересно, чтобы происходило какое-то встречное движение. А движение у нас сегодня будет происходить по такому поминному полю. Про минное поле это понятно, да? Но все, что связано с сексуальностью, это, конечно, минное поле. И она включается во всякие политические контексты. А есть еще просто некоторая история, которая проживается каждым из нас. История под условным названием «встреча со своей сексуальностью». И, собственно говоря, тот тематизм, который мы обозначили с Игорем Михайловичем, «Философия и психология подростковой сексуальности» это как раз попытка каким-то образом понять, а чего это за штуковина, которая со всеми нами происходит. Потому что это очень непростая штуковина. Вроде бы куча всяких книжек понаписана и куча всяких исследований сделана, но на самом деле, если кто-то скажет, что понимает, что это такое, это будет ловушка. Вроде бы все понятно, и вместе с тем непонятно ровным счетом ничего. Немножко про себя. Я довольно давно занимаюсь психотерапевтической практикой, и я ответственно могу сказать, что встреча с разными типами сексуальных проблем это, собственно говоря, основное содержание того консультирования, которое я веду. Семейное консультирование или консультирование человека в состоянии депрессии или в состоянии гиперагрессии, консультирование по проблемам подростков или просто консультация суицидальных подростков. Это всегда проблемы, которые так или иначе оказываются нанизаны вот на этот стержень. И тут мы от этого никуда не денемся. И чтобы говорить про подростковую сексуальность, мы вообще должны говорить про тайну, если угодно, человеческой сексуальности как таковой, потому что здесь есть тайна. Вот сейчас, когда я говорю про эту тайну, у кого-то мелькает какое-то понимание, про что речь? Почему тайна человеческой сексуальности? В чем здесь тайна? Ведь опыт встречи с этим у всех. Есть странности. Причем, смотрите, вот история заключается в том, что сколько ситуаций, столько абсолютно разных опытов сексуального становления. Абсолютно разных. Если вам кто-нибудь скажет, что это одинаково происходит у всех, не поверьте, это не так. Это кажется, что одинаково. На самом деле, когда начинаешь в это всматриваться, то видишь, что все абсолютно по-разному. Кстати, вот вопрос, первый вопрос, такой вопрос на засыпку. Скажите, чем принципиально отличается человеческая сексуальность от сексуальности любых животных, любых других живых существ? Просто попробуйте набросать варианты. Есть отличия? Микрофон включайте. Она скрытая? Она скрытая. Скажем так, может быть, я бы точнее сказал, она прячущаяся. Но при этом под этой прячущейся оболочкой есть некая термоядерная энергия. Вот история про что. Есть вот некий разрыв между оболочкой, мы такие все примерные, мы встроены в социум, а внутри происходит какое-то сумасшедшее бурление. Это сумасшедшее бурление, конечно, начинается в определенном возрасте, и каждый на свой страх и риск решает для себя вопрос, а чего с этим делать? Обратите внимание, когда в подростковом возрасте активно начинается освоение матерного дискурса, понятно, что это такое. Это как раз попытка определенным образом вступить в разговор вот с этой термоядерной энергией, которая просыпается. У животных, разумеется, ничего подобного нет. Животные не изобретают обсценную лексику, животные, прошу прощения, не матерятся, и не пытаются тем самым отыграть некую проблематику, вас как зовут? Ту проблематику, о которой говорит Сергей. На поверхности и внутри два совершенно разных мира. И вот это первая история. То, как мы себя сексуально позиционируем, и то, как мы себя внутри себя сексуально ощущаем, это два совершенно разных мира. Причем у всех они разные. И если мы предположим, что у двух человек это одинаково, нет, это неправда. Чем больше работаешь с разными случаями, тем больше понимаешь, что вот эта внутренняя траектория становления сексуального самосознания, если угодно, у всех разная. Еще отличие. Итак, чем... Вот ваши варианты, ваши предположения. Вы просто вбрасываете гипотезы, чем принципиально отличается человеческая сексуальность от сексуальности, которая характерна для остального живого мира. Еще просто вот вбрасываете любые идеи. Любые варианты. Есть отличия или нет? Или это примерно то же самое? Или человек занимается сексом и вообще реализует свои сексуальные какие-то желания, так же, как это делают животные. Скажем так, внешний вид тоже. Что вы берете, вот именно закладываете слово сексуальность. То есть это получается внешний вид, это ополочка так называемая. Вот хотя бы начать с этого. То есть получается внешний вид тоже играет определенную роль. Внешний вид, да. Но в любом живом мире вы имеете сексуальную привлекательность, которая есть у разных видов животных. Когда я говорю человеческая сексуальность, я же подразумеваю вполне простую вещь, связанную с тем, что есть феномен человеческого секса. Встречи сексуальной, то есть разнополярной сексуальной принадлежности, даже когда это происходит в границе гомосексуального контакта, там всегда идет поляризация. Так вот, встреча полярностей, которые пытаются каким-то образом друг друга распознать и почувствовать. И строят целые миры по этому поводу. Создают совершенно разные стратегии и программы сексуальной привлекательности. Я совершенно определенно могу сказать, что если в живом мире типы сексуальной, если мы берем какой-то живой вид, то типы сексуальной привлекательности в принципе одномерно одинаковы. У человека абсолютно по-разному. Вы никогда не сможете расшифровать, почему у вас начинается мощный сексуальный драйв на какого-то человека и влюбленность, и почему вдруг возникает острое желание, а на другого не возникает. А у другого наоборот. Есть странное, фантастическое, невероятное разнообразие, которое человек постоянно создает. И он в каком-то смысле мучительно создает. Например, когда вы берете какие-то современные субкультуры, такие достаточно развитые, ну, например, культура татуировки, то же самое, культура пирсинга, это же точно так же некая работа, некая проработка своей ситуации, ситуации своей сексуальности. И кто-то это воспринимает как мощное привлекательное, что-то привлекающее, а кто-то совершенно нет. И человек постоянно пытается изобретать языки сексуальности. Свои языки. Или некоторые языки, например, когда вы говорите про одежду, да, конечно, то есть любой тип одежды, самый такой закрытый, это какой-то язык сексуальности. То, с помощью чего я пытаюсь себя предъявить определенным образом. Начиная там с мини-юбки или там с чего-то там другого, не обязательно это. Или, например, полная закрытость и укутанность в капюшон, или полное, так сказать, ожесточенное выставление каких-то, какого-то металла изнутри себя. Это же тоже формат поиска встречи, распознания не того, что может быть для... Это попытка говорить со своей потребностью. Специфика человеческой сексуальности заключается в том, что она не является универсально естественной. Знаете, какая штука? Она постоянно создает какие-то новые форматы. Если мы берете, ну так получается, что, допустим, если вы почитаете мою книжку «Антропология мифа», она в значительной степени анализирует какие-то архаические культуры, и когда просто берешь панораму архаических культур, в которых люди предъявляют свою сексуальность, она совершенно ошеломительна. И когда вы берете современную кинокультуру, вы видите невероятную ошеломительность разнообразия, ошеломительно разнообразная. Что вы хотели сказать? Ну, собственно говоря, вот к вашему вопросу по различия, и вот о том, о том, что вы сейчас говорили, вот о разных языках, которые вот и с татуировками, и с тем же самым. На мой взгляд, это происходит вот, собственно говоря, вопрос об отличии, потому что у людей, в отличие от животных, есть некие границы, которые они себе придумали сами. И есть такое, допустим, понятие, как стыд. Собственно говоря, это и стимулирует придумывание этих самых языков, потому что нельзя, допустим, о том, что тебе, грубо говоря, не может просто человек мужского пола или человек женского пола подойти к другому, и, собственно говоря, как животное, предъявить, скажем так, свою сексуальность. Да, свою сексуальную потребность. Но дальше история заключается в том, так вот, смотрите, когда мы говорим про вот эту предъявляемость своей сексуальной потребности, хитрость заключается еще в том, что у людей, опять же, как показывает практика консультирования, как показывает попытка исследовать эту ситуацию у очень многих авторов, у людей происходит процесс постоянного изобретения. Постоянного изобретения новых форматов, даже когда контакт возможен. Человек изобретатель, человек культурно изобретатель, изобретатель, ну, попросту говоря, сексуальность человека всегда существует в каких-то культурных форматах. Всегда. И эти культурные форматы бесконечно разнообразны. Что-то непонятно здесь? Вы можете дать реплику вслух просто. Если у вас вот какая-то реплика возникает вбок, это всегда что-то очень важное, это невероятно важное. Пробуйте ее вбрасывать сюда, вот в это пространство, потому что мне очень важно, конечно, вот каким-то образом вот эту почву проработать. Для меня вообще замысел вот этой встречи, ну, это что называется такое вбрасывание некоторых таких сюжетов, на основании которых можно было бы, допустим, если будет на этот запрос, построить некий глобальный, фундаментальный курс для студентов вашего института, если на этот запрос будет фундаментальный, глобальный курс по поводу человеческой сексуальности и по поводу становления этой сексуальности, и по поводу подростка, и по поводу всех тех проблем, которые здесь возникают. Потому что подросток это, конечно, ситуация перехода, перехода в состояние поиска, поиска самого себя, и очень часто невротического поиска, и очень часто агрессивного поиска, и очень часто такого поиска, который крышу срывает. И мы не знаем, что делать с самими собой, когда это происходит, и существуют разные варианты. У меня есть такие совершенно ошеломительные премьеры, когда там человек уходил, скажем, в подростковости, просто там уходил в монастырь, потом у него срывало голову, и он бросался в совершенно пучину абсолютного какого-то там срыва всех тормозов. И ходы другие, когда у человека происходит переворачивание всего его мировоззрения в 40 или даже в 50 лет. Есть практика, когда у меня есть практики, случаи, когда люди открывали свою сексуальность уже после 60. Например. Открыть свою сексуальность – это встретиться с некой тайной самого себя, она всегда индивидуальна. Когда в подростковом сообществе дети пытаются объяснить друг другу, что это, в общем-то, такая типологическая картинка, что вот это вот так, и вот так, и вот так, это, как правило, происходит просто убийство сексуальности. Только тогда, когда человек начинает возделывать свой, если угодно, индивидуальный проект, вслушиваться в свою собственную сексуальность и научается вступать с ней в диалог, тогда он оказывается действительно состоятельным, он оказывается счастлив в своей сексуальности. К великому сожалению, не очень много людей, у которых это получается. Приходится иметь дело с какими-то совершенно сумасшедшими сексуальными неврозами. Когда, ну, кстати, вот классическая история, кто-нибудь из вас нимфоманку Ларса фон Фетри рассмотрел? Нимфоманка. Посмотрите, пожалуйста, вот, пожалуйста, картинка вот такого несчастного, в общем-то, человека, который оказывается в состоянии глобального сексуального невроза. Мне кажется, это фильм, который обязательно для студентов, которые в последующем будут неизбежно иметь дело с подростками и со всеми их проблемами, просто обязательно нужно смотреть и нужно обязательно обсуждать. Нужно обязательно про это думать. Без этого мы не выкроемся из очень многих капканов, в которых находимся. Что вы хотели сказать? Ну, если взять вот за основу сравнения человеческой и животной сексуальность, то животная сексуальность больше, как бы, сейчас, это больше инстинкты, то есть инстинкты, воспроизведения потомства, самосохранения, то есть вот в чем заключается их сексуальность. Все сводится к этому, у них нет такого, как у людей. И они не строят некоего космоса сексуальности, если угодно. Они не строят космосов, я бы сказал, сексуальности, разных способов диалога с ней. И есть некая видовая одинаковость. Если вы возьмете сексуальность любого живого вида, там у собак или у кошек, домашних питомцев, посмотрите, вы увидите, что это принципиально однотипно. Принципиально однотипно. Кстати, вот с этой точки зрения, чем вообще человек отличается от животных? На ваш взгляд? Чем? В принципе, человек отличается от животных. Варианты? Сознание разума. Я, может быть, вас в чем-то удивлю, если я скажу, что я скажу, первое из чего, но лучше брать микрофон. Сознанием, разумом, да, мы про это все время говорим. Знаете, парадокс в том, что первое, что бросается в глаза, человек фундаментально отличается от животных сексом. Именно в сексе фундаментально. Именно вроде бы в том, что является максимально биологичным, человек является максимально отличным. Сексуальность у человека всегда в культурной некой изобретаемой оболочке. Сколько культур, столько сексуальности. А культура, это не просто некоторая историческая культура. Каждый человек создает свою культуру. Культура. Если секс происходит по схеме, по однотипу, типной схеме, если вы просто, если человек занимается сексом по схеме, которая, ну, где-то он там увидел, пособие прочитал и так далее, и так далее, это не секс. Только тогда, когда происходит некая личностная, культурная самореализация в сексуальном пространстве, тогда вот. Так вот, когда вы вступаете в подростковость, когда человек вступает в подростковость, он как бы чувствует, что он находится на границе какого-то космоса. Вопрос не просто в том, чтобы преодолеть какой-то там социальный запрет, где-то подростки, ну, так круто, замечательно, вот я преодолел, я... Ну, начнем с того, что практика показывает, что до 70% людей, которые начинают чем-то естественным и простым заниматься сексом в подростковом или большем возрасте, на самом деле испытывают чувство недоумения. Это оно и есть? Вот это оно и есть? Нет, это не оно. Потому что, чтобы возникло оно вот в этой космической сложности, которую мы можем там читать у древних греков или еще у кого-то, чтобы возникла вот эта космическая сложность, и чтобы это было действительно ощущение там полета, потрясения и так далее, и так далее, извините, пожалуйста, для этого суммы технических актов недостаточно. И странная, но очень важная вещь. Секс – это пространство, первичное, телесное пространство личностного самовыражения. Вот как пища, чем отличается принципиально прием пищи у человека от приема пищи у животных? Человек может получать удовольствие. Животные тоже получают удовольствие. Человек тоже получает удовольствие. Это опять получаются инстинкты. Инстинкт, да. А вот по внешней, по фактуре. Вот вы можете что-то сказать такое фундаментальное и принципиальное, да? Но опять же, при приеме пищи получается человек создает свой особый мир. Да, ну конечно же. Человек – это единственное существо, ведь вроде бы, что проще насытить свой желудок? Типа того, для чего мы едим? Насытиться. Ну такая примитивная логика предполагает, что человек ест для того, если бы это было так, тогда не было бы самого распространенного бизнеса в мире какого? Ресторанного. Ну конечно. Человек приходит в ресторан, не насытится. А, за двумя вещами. Первое вещь – попробовать новый вкус. а второе – по поводу нового вкуса вступить в коммуникацию. Ну естественно, мы встречаемся в кафешке, вот извините, пожалуйста, вот есть простая вещь. Вы можете дома, на кухне заварить там чашку кофе, которая вам обойдется в 10 рублей. Но вы идете в кафешку и ту же самую чашку кофе пьете за 200 рублей или за 300 рублей. Почему? Например, да. Но, кроме всего прочего, у вас начинается, в какой-то момент у вас начинается некое вкусовое экспериментирование. Вы идете в поход за новым вкусом и за новым общением. Это очень важно. Человек – это единственное живое существо, которое изобрело, я прошу прощения, принцип салата. Это понятно? Что такое салат? Это, извините, смешение ингредиентов. Ни один салат, салат. Ну, или любое другое смешение ингредиентов. Вы не найдете ни одного живого существа на свете, которое бы занималось смешением ингредиентов, прежде чем принимать пищу. Ни одного в принципе. Марс и Энгельс могли сколько угодно писать вслед за кем-то о том, что, скажем, труд сознательный и так далее. Смешение ингредиентов. Где вы его найдете? Когда вы просто берете самые элементарные вещи, вы берете помидор, помидорину, огурец, режете, смешиваете, и вдруг получается новый вкус. Который отличается от вкуса, который будет по отдельности. И в каком-то смысле человек является безусловно экспериментатором вкуса. Я иду за новыми вкусами. Я получаю бесконечное удовольствие. Я могу получать бесконечное удовольствие от обретения вот этих новых вкусов. Я могу быть гедонистом новых вкусов. Получать наслаждение от этого. Это что касается вроде бы приема пищи. И в этом плане человек принимает пищу вовсе не за тем, чтобы насытиться. Хотя это тоже имеет место. Но не это главное. А что-то другое. То есть он принимает пищу в каком-то культурном залоге. Например. И поэтому когда вы приезжаете в Китай, вы в какой-то момент начинаете страдать от того культурного залога, который вам предлагается говорить. Нет, этих тараканов я есть не буду. Я не хочу поэкспериментировать. Что? Я понимаю. А кто-то говорит хочу поэкспериментировать. У каждого своя зона экспериментирования. Своя зона проб. Своя зона допустимого и недопустимого. Но тем не менее вот этот фейерверк экспериментирования он абсолютно необходим для человека. Тот или иной. И когда вы возвращаетесь к себе домой, из похода Одиссей возвращается к Пенелопе, он возвращается кроме всего к некоему набору привычных вкусов. Вкусов своего дома. Кто-то руку поднимал? Да. Просто вы уже ушли от темы. Да. Четвертый ряд, пожалуйста, вставайте. Вы просто уже как бы ушли от темы. Я просто хотел сказать, что у меня собака умела смешивать ингредиенты. Умеет, да? Какие? Она умела в общем кусочек колбасы класть себе в тарелку с обычным сухим кормом. И другие тоже вещи, которые ей дают, тоже тащила туда и смешивала. Но смотрите, вот есть опять же вещи. Смешение случайное, есть тарелка куда, и сознательно целенаправленное. Человек изобретает кухню. Кухня основа культуры. Кухня это место, в котором мы ставим эксперименты. Так вот, я настаиваю на том, что человеческая сексуальность это та же самая штуковина. Человек пытается встретиться со своим сексуальным ощущением, со своим вкусом, он пытается ощутить и понять, что это такое. Не по схеме, не по книжке, которую вы прочитали, 159 способов удовлетворить женщину в постели или что-то в этом роде. Не по очередному вот такому закидону. То есть, только в том случае, если вы начинаете вслушиваться и создавать свою траекторию, свой мир. Но это тогда, когда сексуальность уже ставшая. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...